Всем привет, бандиты! С вами Осидж, и это мое новое видео. Матч за первое место в группе. Как я понимаю, первый матч мы с вами выиграли, а наш соперник с вами проиграл предыдущий матч. А значит, у нас с вами есть все шансы выйти с первого места в группе. Давайте за наш испанский состав сыграем против немцев и посмотрим, кто все-таки заберет первое место. С этим соперником я уже играл когда-то. И да, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Осидж, погнали! Что ж, кстати, ребятки, кто угадает, давайте в комментарии проверим вашу чуечку, какой счет в итоге будет в матче. Напишите в комментарии перед началом ролика, поставьте сейчас на паузу. И давайте, кто угадает, тот красавчик, ребятки. Давайте проверим вашу чуечку, проиграем этот матч или выиграем. Кстати, также подписывайтесь на телеграм-канал, там куча новостей, можете делиться, кто вам упадает, там хорошая комьюнити, хоть и немного людей, и все вас выслушают и поддержат. Let's go! И спустя долгое столетие начинаем мы с вами матч против нашего соперника. Наконец-то у нас получилось присоединиться, нападение у него просто дикое, 98. Полузащита 96, а защита 95. Посмотрим, на что способны эти немцы в дерби. Форма у него Германии, беленькая, на выезде он сейчас играет, как я понимаю. Наш состав мы с вами видим, ничего не поменялось, просто прокачал игроков до 10-го рейтинга. Также у него Герт Мюллер, Хавертс, Сане, Горецко и Мануэль, наверное, наоборот. Остальных не успел увидеть. И пожелаем сопернику удачи на этот матч и посмотрим, что у нас с вами получится. Нам главная задача проиграть не больше, чем в три мяча. В такой ситуации мы с вами сможем сгарантировать себе первое место в группе. Неважно, какой результат у нас с вами будет. И матч, пас на ход, пробуем навесик, дальний удар. 1-0, 1-0 у нас с вами. Мы забиваем. Гави забивает на какой? На седьмой минуте, ребятки. Седьмая минута, забейте, заметьте, мы забиваем. Ох, кресло скрипит, это плохо, но хороший гол почти в девяточку, но в принципе пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Глядь очень опасная и походу соперник сейчас сравняет, да? Нет, он не сравняет, он не сравняет, мы обрезали. Обрезали. Ника Уильямс, оп, 360, и у нас перехваток мяча нет. Это моя ошибка, моя ошибка, это забивает, да? Ну давай. Ох, уах, уах, уах. Унай Симмонс, наш вратарь сборной Испании тащит. И у нас в принципе все получается. А наша контратака, наша контратака. Ника Уильямс, оп, блин, сам, сам, сам затупил. Обидно, обидно, обидная ошибка. Могли в принципе проходить по флангу и соответственно делать счет 2-0. Это в принципе в голове складывался пазл. И вот он дает на ход своему игроку. И мы это конечно перехватываем, конечно перехватываем. Панция, это испанская оборона. И мяч дается на ход, на ход, на ход, на ход. И мы тут перекидываем вратаря. Да? Нет, мы не перекидываем вратаря. Слишком, слишком я замудрил. А вот Ника Уильямс. Дальний удар, лонгшотик, Мануэль Нойер на месте. Мануэль Нойер тащит мяч. Пока нас все устраивает. 2 из 2. Пока выигрываем. В принципе все хорошо. Все идет как картина по маслу. Как бы я хотел, чтобы пошло. И это на ход. Это на ход. Это налево на ход. И пробуем дальним лонгшотиком. 2-0. 2-0 мы с вами. Давайте разнесем 5-0. Потому что в прошлом туре самый лучший результат был. Это счет 2-0. 2-0. А давайте попробуем больше. Попробуем переплюнуть соперника нашего. Попробуем переплюнуть. Просто переплюнуть. Я не знаю, насколько сильно у нас с вами это получится. Давайте всех в атаку. Мы уже не проиграем. Еще 5-2 мы не проиграем. Это нереально. Пока всех в атаку даже пульнули. Но опять, опять перехватываем мяч. Опять. Даже не даем Менцам перейти в центр поля. Хотя ладно. Они в нашей почти штрафной. Родри не дотягивается до мяча. Продолжают немцы контр... Ох, вот это, вот это, вот это опасно. И хорошо. Ладно, всех полузащиту. Не хочу рисковать. Доводить дело до плохого состояния. И это гол. Это не гол. Это не гол. Нас проносит, ребятки. Нас проносит. Мы даем пас. Мяч дальше на ход. Продолжаем на ход. Продолжаем, продолжаем. Успеет, успеет. Нет, не успел. Мой нападающий, к сожалению. И на этом контратак начинается со стороны немцев. Герт Мюллер. Как он хорошо, как он хорошо проходит. Ему остается дать на ход пас. Но он берет инициативу на себя. Но он не забивает. Мой вратарь. Вратарь отбивает мяч. Это замечательно. Замечательный сейф. Это, кстати, второй тайм. Почему-то доминируют немцы. Но, в принципе, мы можем сейчас перевернуть игру. И сейчас делаем вот так вот. Вот так вот. И на ход. И пас сюда. Головой. И дальше на ход. Оп. Это... Оп. И это 3-0. Ох, как хорошо нас обрезает соперник. Это не 3-0, к сожалению. Это не 3-0. Но начинается контратака. На счет 2-1. Не знаю, перемудрит. Герт Мюллер или нет. Переиграет сам себя. Но, кстати, да. Все хорошо. И это... Это офсайт. Это офсайт, ребятки. Это офсайт. Это значит, что не будет третьего... Ну, третьего гола соперника по счету в матче. Но его 2-1 не будет. Замемка происходит у нас. Меняется у нас на поддающий наш. Я хочу 3-0 победить. Потому что это будет самое большое количество разницы голов. И, кстати, там есть, я видел, таблицы форварды. И давайте попробуем, чтобы наш форвард стал с большим количеством голов. Но, к сожалению, не получается. Не знаю, кто вообще, кстати, сколько голов забил. Это, кстати, прикольная таблица. То, что сейчас я вижу впервые. Смотрят на поддающих то, сколько забил голов. И что это? Что это? Конец матча. Конец матча с вами, ребятки, 2-0. Второй матч подряд мы с вами 2-0 ведем. Могли забивать больше, но сами намудрили, напирогили. Так что, ребятки, спасибо сопернику за игру. Надеюсь, он пройдет хотя бы со второго места. С вами был Осидж. До новых встреч. До новых видео. Всех вас обнял, поднял. Пока-пока.